доброе утро сегодня видео будет про аптеки в америке как они эти аптеки работают и совсем не так они работают как у нас они работают и совсем они не бывают в отдельных зданиях то есть они все расположены в магазинах и магазины не бывают специальные а бывают супермаркеты вот такой такой компании другой компании волгринс и все они одинаковые по америке то есть cvs фармаси везде 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 в каждой деревне их по нескольку штук а в городах тем более на каждом шагу также волгринс другая компания в кавка в каждом в каждом населенном пункте их несколько вот и ты заказываешь лекарства когда тебе доктор его прописал ты его его спрашивают у тебя где вы его будете этот это лекарство получать то есть говоришь населенный пункт или улицу что там рядом с тобой и то есть ты привязан к этой своей аптечной значит точке так скажем да вот не бывает аптек в больницах в поликлиниках как у нас вот но ну ладно это может быть там подробнее внутри пошлите сейчас внутрь и я вам покажу примерно как это работает конечно все показать невозможно и все лекарства все лекарства все медикаменты в америке все медикаменты в америке воду если возьму тележку для видимости все медикаменты в америке вода не все я имею ввиду многие медикаменты в америке под рецептом их нельзя купить их нельзя купить открыто например антибиотики их нельзя купить открыто что-то у меня какая-то тележка кривая куда-то она едет не туда ну-ка дайте к ее поставлю чудо на какая-то куда-то она едет налево у меня левая какая-то тележка их нельзя купить без рецепта врача начать про это кассы про ну-ка дайте к я вот эту сейчас 8 взяла другой как видите везде в магазинах работают мужчины вот они в синих таких с красным воротничком футболочка везде мужики и без рецептов медикаменты есть только лишь без рецепта медикаменты есть только лишь на легкие медикаменты легкие драги ну типа аспириновые там кашливые все вот эти вот там такие от боли вот но купить столько лекарства без рецепта как у нас такое вот количество такой разнообразие нельзя америка очень к этому относятся внимательно и никогда не даст вам не даст вам возможности купить какие-то там вещества например снотворная легкая можно купить тяжелое нельзя там болевые значит типа наркотические включающие вещества наркотические включающие вещества можно купить очень-очень слабое но неважно короче говоря вы меня поняли но дело в том что вот эти все значит аптеку которую ты скажешь врачу вот в какой аптеке тебе получить значит находится например рядом с тобой с твоим жильем либо с твоей работой то есть называешь улицу они тебе ищут вот такой вот cvs либо волгринс либо волмарт вот такой вот универмаг большой где вам показывала там всякие консервы продукты это него но в общем короче большой мы большом магазине есть отделение аптек вы так скажем и вот в этом отделении аптек есть например даже вот вам вино 2 по 7 долларов берешь и покупаешь вот так вот написано просто даже вина две бутылки за 7 долларов вот так очень выгодно да вот и вот тут перед вот это вот слабые медикаменты ну то есть и медикаменты которые без рецепта ты можешь брать вот они здесь всякие витамины вот на полу вам по разложили здесь видели вот так вот ну это человек работает сейчас придет работать сюда на тележке приехал вот теперь справа от меня вот эта аптечная терпинка и ее отделение там вот вот это вот это вот отделение небольшое отделение в этом большом магазине который значит и еще что что-то у меня речь сегодня не идет хочу быстренько рассказать еще что к врачу когда пришли и он назначает лекарства спросил у вас вот это вот в какой вы компании будете забирать cvs волгринс волмарт и например у нас есть public магазин это вообще продовольственный магазин в нем есть тоже отделение аптеки то есть по и по по сути в каждом продовольственном большом универмаге так скажем супермаркете не продовольствием супермаркете есть отделение аптеки и ты привязываешься к нему его можно очень легко поменять потому что в одной компании значит раз и перешел на другую улицу или там где ты работаешь или ты уехал в командировку и звонишь свою вот эту cvs вот эту вот аптеку например по которой я хожу и говори что я переехал в нью-йорк такая-то территория они раз тебя привязывают другую другой cvs в нью-йорке моментально моментально за одну секунду компьютером вот и это и медикаменты перекидывают туда каким образом перекидывают но не возят же они а я имею ввиду что заказ на твою медицину будешь получать там вот теперь значит только как врачом пришел он тебе назначил моментально твое лекарство есть уже здесь магнитно вотasu медсестра доктора уже моментально сюда послала значит сигнал и они уже есть но есть медикаменты которые они говорят вы можете подождать пару дней то есть весь вес света вис вот здесь говорят не доктор говорит а здесь вот в аптеках аптека горит можете подождать несколько дней там пару дней обычно бывает ну какое-то редкое которое надо значит доставить откуда-туда до с какого то там склада Вот, теперь еще что у них по сервису, они обязательно тебе звонят домой. Вот если я посетила доктора и я не поехала взять это лекарство, они тебе через денек сбросят voicemail месседж, либо позвонят, либо голосовой месседж, voicemail, ну как я сказала, или текст месседж, да, текстуют, значит, что обязательно назовут имя, что типа привет Елена, и СВС беспокоит о том, что вы должны забрать свой медикамент и пишут номер, там не название, а под номером. Вот, теперь, если вы типа того, что типа как какой-то там с давлением человека или с диабетом или что, там вообще очень строго, то есть если врач приписал каждый месяц, они будут вам надоедать и каждый месяц звонить, заберите. А ты можешь не забирать, но они тебя просто уведомят один-два раза. Если ты не ответишь им, особенно вот по таким там, например, по давлению, если ты не ответишь им, они тебе перезвонят, ну, физически человек и спросят. Если ты скажешь, если ты скажешь ему, что, видите, какая красивая кошечка, если ты скажешь ему, что я не буду забирать, у меня они еще есть, потому что люди прописаны, а иногда там все они не используют или приостановила сама, знаете, мало ли что врач прописал. Прописывает пять, а она принимает три. Поэтому надо сказать ему, что я это не буду забирать. И тогда уже для фармасиста абсолютно все равно. Мне кажется, что они записывают разговор и, скорее всего, это в записи идет, что, ну, что человек отказался. Ну, например, помер, если он помрет, так он сам по себе, значит. Ну, то есть, по его желанию помер. Вот. Ну, что еще здесь очень удобно в этом отношении? Ну, как я уже сказала, можно перебежать с одной компанией на другую, только твое имя. Теперь, даже если вот ты заплатил за этот самый, ну, вот они, вот там бабушка стоит, да, вот она бабушка ждет, когда ее отпустят, фармасист. Даже если ты, ну, сейчас, секундочку, так немножко поближе подойду, потому что тут не подойдешь, они же сразу на тебя набросятся. Ну, вот так представляет собой аптека. Здесь давление можно померить. Так, а это для банок, пустых, автомат. А, нет, там просто эти... Не для банок, а там просто продается водичка. Вот, значит, что-то я говорила-то. Ну, да, значит, уведомляют. Очень легкая эта форма. А, если ты заплатил, ну, вот заплатила я сейчас, вот я сейчас пришла, да, я возьму, значит, назначенный медикамент. Заплатила я за него. В следующий раз я могу просто заехать без карты, без денег, без ничего, либо кто, кого-то послать за меня, забрать. Вот, ну, по-моему, там муж, наверное, муж, потому что по этот last name, этот фамилия одинаковая, может быть, только родственники могут, не знаю как, точно, но не важно. Короче, тот человек может прийти и сказать на мою карту, то есть какая карта была пробита, кредит-карт, да, или дебит-карт, ну, чем платил, так и на моё имя, и он купит. То есть не надо мне опять карту этот самый доставать, не надо мне опять платить. Вот, оно идёт с того счёта банковского, который я указала. Ну, то есть есть такая услуга. Может быть, даже не только в аптеках эта услуга, может, эта услуга есть ещё где-нибудь, не знаю, ну, то есть в других магазинах, не знаю точно. Но молоко вон привезли, вот тут свежее. Вот, но, но есть. Так, что ещё здесь, значит, аптека, по-моему, докладывается врачу, то есть доктору, как-то они сообщают там в электронном виде, клинике, больнице, там где ты, значит, в поликлинику ходила, по-моему, о том употребляешь, не употребляешь. Ну, точно не знаю, это надо вот у медицинских девчонок спросить. Ну, как-то они, они очень-очень-очень тесно связаны в электронном виде, вот, вот эти вот аптечные отделы и, и клиники, и эти, поликлиники. Так, в поликлиниках внутри, вот как у нас, да, в Советском Союзе, в России, во всех наших странах, что в поликлинике есть такое отделение маленькой аптечки, и тебе доктор говорит, да, вы можете даже здесь купить, вот, вот тут купить можете, в нашей поликлинике можете купить где-то. Это частная здесь вот поликлиника, это там аптека, в нашей поликлинике аптека можете купить, у меня иногда бывает, да, я даже не представляю, как это у доктора в Америке купить лекарство или там, вообще не могу себе представить, это вообще черный бизнес, по-моему. Вот, значит, этого здесь нет, все вот сделано в такой системе. Теперь, когда ты берешь, покупаешь медикамент, к нему идет подробнейшие простыни расписанные, как его употреблять и от чего он есть, написано там, и все бутылочки, вот эти вот упаковки для таблеток, все они одинаковые, то есть они все одинаковые, единственное, на ней написано здесь вот CVS фирма, на другой написано Walgreens фирма или Walmart фирма, да, ну, кто тебе продал. Вот, на ней обязательно печатается лейбл с твоим адресом, с твоим именем, фамилией и с тем номером. Если заканчивается, то есть вот открываешь дома шкафчик, да, найти свои таблетки и видишь все одинаковые бутылки, вот это, конечно, как-то мне неудобно, я покажу в конце видео эти бутылочки, как-то не очень удобно, потому что, ну, все они одинаковые, надо вчитываться, вот это моя, либо это Хасбанта, понимаете? Вот, теперь, когда заканчивается лекарство, можно позвонить туда, сюда, в смысле, набрать, и, а ну, сейчас я подождите, остановлю сама себя, это знаете что? Это купон-центр. А, купоны вот здесь вот написано, что свою карту сюда вставьте и купон у нас купите, оно будет вам в следующий раз, все это дешевле. Это электронная машинка на купоны, вот, вот такая вот. Так, и, что говорила там? Да, значит, когда заканчивается мой медикамент, я могу рефилинг сделать, рефилинг это пополнить, да, то есть я хочу, опять же, это может быть разрешено врачу, может нет. Если не разрешено, они тебе ответят, очень быстро ответят любым путем, вот эти текстом или войсмелом, если тебе не откажется на телефоне, обязательно тебя ставят, что вы не можете его пополнить, идите, пожалуйста, к доктору пополнять. То есть доктор, например, на полгода при, это самое, доктор на полгода тебе назначил, а ты спрашиваешь уже на седьмой месяц, да? Ну, бывает такое, что можно, и поэтому, когда звонишь, этот рефилинг сделать легко, если он разрешен врачом, очень легко, таким образом звонишь. Понимаешь, обычно никогда у нас в Америке не отвечают физически на телефон, то есть все завязано в компьютер, и сначала отвечает компьютер, не только по фармацевтике, по всем вопросам, очень мало отвечают, ну, где-то, может быть, в каком-то там адвокатском офисе, где хотят с вас деньги содрать, да, за какой-нибудь там адвоката нанимать, и там ответят физически. Ну, а в основном сервис отвечает компьютерно. Нажмите один, это то будет, нажмите два, это то, а если вы хотите пополнить, нажмите пять, например, если пополнить свое лекарство. Нажимаешь пять, и там тебя спрашивают, опять же, компьютер спрашивает, ваш номер идентификационный этого лекарства. Вставляешь этот номер, номер написан на бутылочке, которую уж ты вот эту вот, на пузырьке, которую убрал, вставляешь номер, и идет, типа, хорошо, мы вас поняли, либо номер неправильный, ответит этот компьютер, ну, вот так вот, и он у тебя пополняется. И ты получаешь месседж, тоже такой электронный месседж, нечеловеческий, что ваш номер такой-то пополнен, типа, можете прийти забрать, ну, вот так вот. Ну, в общем, все у них, все у них в электронном виде, все на компьютере, все у нас бабушки, дедушки, все они у нас компьютерные, тетки такие, независимо от возраста, и все они на онлайне, все они у нас на онлайне, крутые, значит, ну, на онлайн заказывают, на онлайне это, на телефонах заказывают, получают месседжи, сами отправляют месседжи, вот так вот. Вот, ну вот, вот это вы видите, эти медикаменты, которые разрешены, да, всякие пластыри, сейчас так немножко по именам пройдусь, всякие пластыри, всякие липучки, прилипучки, всякие кожные, вот там, стесал, покраснение, непокраснение на коже, намазать, примазать, прилепить, анти-итч, итчин-крем, этот, отчесание, если у вас что-то чешется, намажьте этим кремом, ну, что, это вот в свободной продаже, я говорю, да, так, подождите, это уже пошла кухня, это неинтересно, сейчас я медикаменты покажу, вот здесь вот, сейчас, 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 это вино, вам гляньте, 1099, вино, соблазняют больных людей, пришедших за этими, купить вино такое за 10, за 11 долларов, галлон, это, по-моему, галлон или немножко меньше, не, галлон, в галлоне 3 литра, 3,7, 3,7, 3,7 литра, литров, так, что еще здесь есть, ну, такие вот, таблеточки, хардберн, ну, вот эти вот, что-то такое слабое сердечное я вижу здесь, вот там сиропы от кашля внизу розовые стоят, магнезиум, магнезия, ну, здесь надо вчитываться, да, и еще, что вот неудобно в Америке, когда приезжаешь, это просто мрак, если некому помочь, это ужасно, то есть, ну, не пойдешь за каким-то ерундой в этот самый, там, засопливил, например, да, и не пойдешь же к врачу, там какой-то нафтезин купить, ну, к примеру, я говорю, поэтому все названия разные, никакой латинской этой терминологии они не придерживаются, у них английские свои названия, я даже пробовала вот так вот с докторами, рентген, я говорю, вы знаете, кто такой рентген у доктора, у них рентген не называется рентгеном, да, вот, ну, то есть, свое слово есть, он говорит, знаю, это ученый, вот это единственный доктор ответил, ну, вы спросите, кто такой, что такое рентген вообще у любого американца, он вам не ответит, у меня у хазмата, я спрашиваю, ты знаешь, что такое рентген, он говорит, нет, ну, то есть, вот, ну, совершенно другие термины, единственное, что я нашла одинаковое, это аспирин, похоже, значит, слово, анальгин они не знают, доктор знает, может быть, латинское слово анальгин, да, но эти самые, американцы не знают, но доктор знает анальгин, но нет же лекарства под именем анальгин, что толку, что он знает, вот, так, значит, 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 так, пойдемте опять здесь, что у них тут разрешено, всякие бутылки с какими-то добавками, fish oil, рыбное, как его масло, нет, не масло, как рыбный жир, вот, рыбий жир, рыбий жир, витамины, пошли, витамины, пошли, магнезии, витамины, опять рыбий жир какой-то, это что-то такое, коктейли сладенькие, наверное, витаминовые для детей, я вижу, что, а шейки, шейки для детей, вместе с витаминами включенные, ну, а может и для взрослых, сладкие, так, внизу какие-то протеин стоят, вот эти большущие банки, это вот спортсмены, наверное, принимают, я так думаю, ага, там мышцы эти всякие нарисованы, нарисован баскетболист внизу с мышцами, с мячом, и вот там вот эти вот протеиновые эти препараты, препараты, либо это жидкость, не знаю, что там, так, теперь еще, сейчас мы тут пройдемся маленько, так, это мама с дочкой, шприцы какие-то, что такое шприц, не знаю, ну, не важно, куда-то опрыскать, может в носик, может куда-то, может еще в разные места, так, это вот детское пошло, вот здесь вот интересно, значит, вот такая вот ухо, ухосмотрелка или ухопромывалка, что-то такое, ухо вставлять ребенку, так, вот это электронное тоже какие-то, тоже в ушко вставлять, это термометры, ну термометры же еще у них интересные, это ж вообще, а не, это что-то такое, ну не знаю, какие-то электронные штучки для детей, термометр, у них же температура не наша, все в рот вставляется, все в рот, как у этого, у Самбела Адамяна на канале, все в рот, градусник вставляется в рот и температура по Фаренгейту, вот ребенок с липучкой, спит какая-то липучка для детей, ну вот такое, вот такое вот можно взять, конечно, вон какая-то плямба, не знаю, для чего вот эта плямба, а, что-то воздух, как-то воздух, а, вот это дыхательная какая-то штука, ну вот такого вида лекарства, но есть, конечно, и слабые сердечные, и снотворные, и есть, конечно, любые разные, я бы не сказала, что их нету, в том смысле, есть, то есть утолить боль, либо заснуть, по любому простуду полечить самому, там колики в животе какие-то, что там еще, может быть, там, кстати, вот мочегонного нету здесь, хотелось сказать, вот что-то такое, нет, такого нет, это под рецептом врача, потому что, если вы добавите к своему дружку мочегонное в чай, он может помереть от обезвоживания организма, да, поэтому Америка здесь за этим очень сильно следит, ну вот, поэтому слабые есть лекарства, сильных нет, вот они опять, вот написано, снотворные с удалением боли, ну вот типа, все вместе, теперь, это снотворные вот тут, наверху просто снотворные, эти не знаю, надо вчитываться, не буду, аспирины пошли разные, вместе аспирины, болевые удаляющие, не болевые удаляющие, вот это вот все аспирины идут, олив, олив, вот это оливковые вот эти таблетки, очень популярные, в этих, содовые таблетки, содовые таблетки, соль, соляные какие-то таблетки, то ли нал, то ли нал, это, ну против боли, все это против боли, против боли, против боли, экстра сильные написаны, айбупрофин, ну айбупрофин, ибупрофин, как у нас по-нашему, даже не помню, точно, вот, вот, так, ну это уже тампоны здесь пошли, женские прокладки, женские тампоны, женские, но это в любом гастрономии есть, сейчас я вот здесь вот покажу, что здесь у нас, это палочки для пожилых людей, это ходунки для пожилых людей, это, эти стульчики для пожилых, ну для пожилых, для больных, это вон какая-то, это, вот эту не знаю, что это такая тарелка делает, не пойму, на унитазе накладка, чтобы низко человек не садился, такая специальная, специальная накладка на унитазе, так, еще, тоже какие-то на костыли, накладки, стульчики, ну в общем, вы меня поняли, а, вот такой вот туалет специальный для, видно, это мешки для туалета, вот такие, ну в общем, короче, это все облегчающее больным людям, вон какой-то стул туалетный, или какие-то, а, кружок садится, короче, это облегчающее, вон утка, еще одна утка, для больных, ну в общем, короче, облегчающее людям уход за больным, да, немного здесь такого, так, понемножку, а, есть специальный магазин, вот для ухода по больным, я знаю, там специальный магазин, очень богатый, и очень-очень, есть там оборудованные, там консультанты есть, вот там можно для больного взять, начиная с кровати, заканчивая чем угодно, но с тяжелыми заболеваниями, и если у тебя есть иншуранс, тебе клиника дает вот эту кровать поднимающуюся, все вот эти столики опускающиеся, все это дает, и, но после, я знаю, что после смерти человека, по-моему, кровать, вот эта вот, ну электронная, она там на кнопках, все кажется, мне кажется, или по ненадобности, кажется, они заберут назад, кажется, вот я знаю, у нас был этот случай, женщина умерла, от рака молодая, у нее все оборудование было, все привезли ей домой, ну когда уже там она лежала, там две последних недели, да, и все это дали, сиделку дали, все это сиделка без этого, но она была под иншуранс, иншуранс же у каждого, иншуранс это, это как его, страховка, страховка здесь у каждого, поэтому под страховкой, у нее были круглосуточные дежурные, менялись, все это там, ее мыли туда-сюда, кормили, и потом со специальным оборудованием с Женей приходили, и потом это оборудование, по-моему, забрали, конечно, да, то есть, но человеку не остается, но я уверена, что мало кто его и оставит, да, такое оборудование, зачем оно надо, ну вот, значит, расчески, здесь уже просто пошел, как магазин обыкновенный, как супермаркет, всякие заколочки, расчесочки, всякие приколочки, может быть, подробнее как-нибудь, на другую тему сделаю, на тему волос, девочковых, девочковых волос, как-нибудь видео отдельно, потому что смешивать аптеку больных людей и здоровых, в одну кучу, нежелательно, так, а здесь у нас всякие, пошли помады и прочее, ну вот такие вот, фармацевтические, это духи, 50% написано внутри, это в магазине специализированный, да, не фэшн, он такой магазин, здесь просто, ну просто духи и косметика, вот, так, ну в общем, я просто хочу картину показать, что из себя представляют аптеки, что-то еще очень удобное по аптекам, я здесь помню, вот, не помню, да, ну и у доктора, у доктора же заезжает к вам с компьютером, медсестра заезжает, заезжает куда, то есть в комнате сидишь и ждешь их, они тебе тарапанят в дверь, просятся, можно зайти, значит, можно зайти, заезжает она с компьютером, значит, сначала забивает тебя, она это, это медсестра, забивает все, тебе меряет там давление, вставляет в рот градусник, и на палец надевает стресс, твой, значит, определяется, ты сейчас в стрессе или нет, как будто это имеет значение, что я пришла к терапевту, простудилась, она мой стресс смотрит, то есть, это имеется ввиду, боюсь я врача или нет, ну и, наверное, так, не знаю, ну какие-то немножко у них такие, это вообще правило у них, вот, потом въезжает с компьютером доктор, они, у них на колесах, это все там, на подставочках, въезжает доктор, опять стучится и спрашивает, можно зайти, нельзя зайти, значит, ты же говоришь, можно, да, но въезжает, вообще у них система, это, как-нибудь подробнее расскажу, особенно про гинекологов, это вообще, это в кино надо снять, в этом, в кинокомедию, въезжает доктор, въезжает доктор, и вот, система же компьютерная, да, он же забивает твои, эти, он же забил твои, все сведения по твоим лекарствам, все внутри, и в следующий раз, когда ты посещаешь доктора, этого, либо не этого, то есть, связаться можно, либо ты переехал в другой штат, ну там, по-моему, в другой штат, можно, кажется, свои там данные дал, и они посмотрят тебя, ну то есть, что там у тебя было, вот, в электронном виде, понимаете, то есть, Америка, все завязано на сети, тут не потеряешься, то есть, тут этот человек, он на ладони везде, во всех службах, он, он прямо-таки, виден, прозрачен, вот, иногда можно у врача взять, что сказать, что дайте мне вот эти анализы, мне на руки, и берешь вот эти вот анализы на руки, переезжаешь, например, надо тебе переехать в другое место, либо ты в командировку едешь, либо куда-то там длительно, или к другому врачу, прямо очень-очень часто здесь говорят, я хочу иметь second opinion, второе мнение, то есть, один доктор тебе сказал, вы болен, надо делать операцию, даже не по таким случаям, просто, говоришь, у вас ничего нет, это вот временная боль, она пройдет, а ты ему не веришь, вот, и говоришь, дайте мне результаты, что мы там сегодня с вами делали, какие анализы, какие чего, и я, это самое, мне говорит, нужно второе мнение, second opinion, абсолютно, они, о, хорошо, хорошо, сейчас дадим, абсолютно никто не удивляется, никто не возмущается, не поражается, дают тебе на руки распечатанное, вот то, что там ты просишь, и ты с этими листками, там целая пачка это будет, вот, с этими листками идешь к другому доктору, записываешься на прием, в другую клинику, в другое место, где ты там хочешь, и берешь, другое мнение, ну, то есть, спрашиваешь мнение другого, этого, врача, вот, так, ну, и, это самое, ну, вот так вот, все это вот так вот у них происходит, это что-то тут у них тоже какие-то все это тут, а, бутылочка, это детская бутылочка всякие, сусочки всякие, опять куда-то что-то вставлялки, опять термометры, присоски какие-то, прилепки, соски, соски детские, вот, это детские всякие тоже таблеточки, медикаментчики, опять какие-то жидкости, смотрю, дети нарисованы, все это детское, вот, это в свободной продаже, то, что не в свободной, все будет в таких, этих, таблетовых таких вот упаковочках, я вам в конце видео покажу, то есть, совершенно не красивые упаковки, ничего на них не написано, только ваш номер, как я сказала, и название лекарства, ваш номер, адрес, и там, и упаковки все одинаковые, эти бутылочки, вот, ну, наверное, я уже осветила, скорее всего, скорее всего, наверное, я уже осветила все, все, все ли я тут осветила, наверное, все я уже осветила, что-то еще такое вот полезное, забыла я по аптекам, что-то такое вот, чего в наших странах нет, подзабыла маленько, но может присоединю к этому видео, что вспомню, что-то кто-то задавал вопросы, что если я больной, если я, значит, это, если я приехала, там тебя бросят, не будут лечить, никогда в жизни вас тут не бросят, вас вылечат, повесят вам этот вот этот счет, этот счет будет висеть, если вам нечем оплатить, будут искать, эти компании, специальные люди будут искать, кто за вас заплатит, но это будет без вас, вас не будут говорить, что вы этот самый, но по бедным людям есть те организации службы, которые это самое, которые оплачивают, оплачивают, но это отдельная тема медицины, давайте сейчас про фармацевтику, вон эти лечебные какие-то помадки, лечебные, а, здоровая косметика, ленте, вот это вот, medical minerals косметика, вот это ленте, и тени там, и ногти там, вот эти, минерал косметика, и сковородка какая-то, минерал косметика, ой, какая дорогая, 19 долларов, бритвенные принадлежности, женские, мужические, обдирание пяток, обдирание вокруг ногтей, машинка, машинки для ногтей, эти чулки, обтягивающие, щетка, что-то не поняла, а, это вот что-то такое, со здоровой медициной связано, так, ну вот, в принципе, так вот и все, здесь есть немножко продуктов, да, продуктов есть, немножко в этих магазинах, конфетки всякие, карамельки всякие, конфетки, карамельки, карамельки, конфетки, палочки, сникерсы, сникерсы, палочки, так, шоколады, немножко, вот, так, здесь, кока-кола, чипсы, ну вот, смотрите, 5,99, упаковка кока-колы, сикока здесь, сикока, 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 сколько штук, сейчас хочу посмотреть, банок сколько тут, господи, не вижу, хоть считаю, ну, 3 и 3, 6 и 6, 12, 12 баночек кока-колы, размер, да, стоит 5,99, это процены на продукты, так, чипсы пошли, печенюшки, чипсы, этот, распушенный этот рис, как он, попкорн, попкорн, чипсы, 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 но, вот эти магазины, типа CVS, в котором мы сейчас находимся, и типа Волгринца, орехи, орехи, орехи пошли, орехи, немножко здесь этих орехов, это же вам не грош и рестор, да, ну, то есть не продовольственный магазин, здесь вариантов не очень много, вот эти вот фармацевтические, вот эти вот магазины, они немножко, немножко подороже, чем вы купите вот эти все продукты, которые мы сейчас с вами смотрим, в обыкновенном супермаркете, маленько подороже, ну, это просто такой магазин, знаете, сопутствующих товаров, хоть он выглядит большим, но люди так специально, чтобы затовариваться сейчас продуктами сюда, так и не ходят, здесь даже тележки маленькие, видите, какие, сюда и ребенка даже не посадишь, вот, поэтому, здесь, конечно, народ идет, купить в основном лекарства, и параллельно что-то, какие-то косметику, это держалки всякие, какие-то лейки, держалки, часы, вот, щетки для мытья пола, щетки для мытья пола, это стиральные порошки пошли, ну, в общем, все, все, все здесь есть, так, ну, заканчиваем мы, это эти, все тоже эти, унитазомойщики, эти посудомойщики, так, а здесь, в стеклянных шкафах, там продукты, ну, наверное, все, наверное, я рассказала, что-то я упустила, именно по фармацевтике, что он, а, здесь можно сделать еще фотографии в этих магазинах, то есть, тебя сейчас можно сфотать на дискету, на все, что хочешь, вот, и, как я уже говорила, сеть магазинов этих очень-очень-очень большая, во всей Америке, и нет того населенного пункта, нет того населенного пункта, в котором, в котором нет этих магазинчиков аптечных, все, рассказала, показала, счастливо вам, что вспомню, добавлю к этому видео, так, ну, что, буду я продолжать вам показывать, как эти лекарства получают, да, вот так вот дается пакет, прикрепленный к этому, прикрепленный к, здесь же он, этот, квитанция, и здесь же, о, вот это, в этой бумажке, и информация, как там, способ применения, да, в России, как это у нас называется, способ применения, да, ну, наверное, короче, инструкция по применению этого лекарства, пишется там, от чего, почему, туда-сюда, что делать, и так далее, здесь же стоит твой штрих-код, имя, ну, ну, все-все-все подряд, и как ты это можешь, значит, принимать, так, теперь, достается вот так вот, несколько пакетов делается отдельно, то есть, если заказываешь несколько медикаментов, отдельно, отдельно, много-много пакетов приносишь, так, вот эти вот, в Америке, эти самые, таблетки, пакуются вот в такие вот коробочки, все магазины, все фармаси пакуют в такие коробочки, здесь стоит твое имя, здесь стоит, что ты принимаешь, штрих-код и номер вот этот, по которому ты заказываешь, то есть номер этих таблеток, да, и твой идентификационный номер, по которому ты числишься в этой, значит, аптеке, да, ну вот, вот, вот таким образом выдает аптека, у всех одинаковые вот эти бутылки, у всех, иногда вот единственное, что не очень удобно, в доме открываешь шкафчик, да, с этими, с таблетками, и все вот эти вот бутылки стоят, то есть не поймешь какая, только вчитавшись, что там написано, твое имя, значит, твоя, не твое имя, значит, другого члена семьи, теперь открывается шон по-дурацки, по-американски, в Америке, мне не нравятся розетки, я уже говорила, которые невозможно открыть, да, то есть открыть розетки, в смысле вытащить штепс или с розетки, очень тяжело, это делается для детей, чтобы дети не смогли вытащить, воткнуть, и чтобы их не убило током, также точно все баночки, все бутылочки, особенно касается дракс, да, лекарств, закрыты очень, это у меня сейчас одна рука, я не смогу открыть, но, второй рукой, ну, поверьте мне, что надо прижимать внутрь, потом поворачивать, то есть просто так американскую, американский пузырек с медикаментами вы не откроете, то есть нужно две руки, вот так вот, и также не откроете вы вещества, которые вредные, ну, например, даже чистка, вот, ну, чистка санитарной для унитаза, санитарной назову по-русски, да, ну, то есть все вот эти вот, не все препараты, а те, которые включают в себя, по-моему, кислоту, вот эти вот, вот так вот закрыты, что надо придавить и потом поворачивать, и здесь обычно всегда нарисовано, как открывать, ну, вот, здесь написано, как открывать, не знаю, ну, ладно, на этом, может, и не написано, а вообще написано всегда стрелка, куда, что давить, как давить, и всегда схемка здесь есть, для тех, кто не знает языка, да, схемка есть, как придавить и как открыть банку с медикаментами. Вот и все, что я вам хотела показать, вам понравилось, надеюсь, видео, короче, ну, наверное, в наших, может быть, в наших уже странах, не знаю, также аптей, нет, наверное, не работают, чтобы звонить клиенту каждый месяц, напоминать ему, придите, пожалуйста, заберите, навряд ли, так, медикаменты стоят обыкновенные дешевле, сейчас скажу про цену быстро, дешево, дешево, не дешевле, дешево, обычные медикаменты, которые типа от головной боли, типа вот такие вот примитивные, стоят очень дешево, и стоят они по 2, по 5 долларов, по 7, вот так вот, очень дешево, все остальные, которые сложнее, стоят дороже. До свидания, спасибо. Добрый вечер, в продолжении к своему видео про аптеку покажу сейчас, вот у них же в этих аптеках называется drive through, имеется ввиду, что вот это отдел, где проезжаешь на машине и берешь с машины лекарства, то есть не выходя из машины, ты можешь взять медикаменты за кошка, то есть люди работают, те, которые фармацевты, там работают на тех прихожан, которые по магазину ходят и там же покупают, и они же работают на окошко, когда они видят, что подъехала машина вот к этому окошку, они к нему подходят, разговаривают с тобой, спрашивают там твою фамилию, то, что ты хочешь, например, заказано уже лекарство, и ты забираешь, уезжаешь. Также можно здесь купить ночью, есть дежурный человек, который продаст тебе лекарства ночью, если что-то произошло там более утоляющее, но обычно все, вот многие забирают из машины, никогда не заходят внутрь, не выходя из машины, вот так вот забирают. И вот на этой самой, там есть камера, кстати, и там она камера вас снимает, кстати, ну в Америке везде камеры, не про это речь, но я имею в виду, очень удобно, что из окна, из окошка машины забираешь и поехал. Точно такая же система в этих Макдональдсах и во всех фастфудах, да, где я показывала, что ездят машины вокруг, крутят, крутят, крутят вокруг фастфудового кафушки, вот он забирает человек, вот крутит вокруг фастфудовой кафушки, сейчас я вот так, наверное, поеду вот сюда. Ой, здесь тупик, ну ладно, сейчас развернемся, вот он забирает и скоро уедет, вот-вот-вот разговаривает, все. Также точно, это задняя сторона магазина, ну вот этого фармацевтического, они же универмаги, они же и фармацевтические места. Вот, очень удобно, не выходя из машины, ну, не знаю, конечно, вот, не выходя из машины, лишнее для здоровья плохо считается, да, но американцы экономят время, они любят очень вот этот вот drive-thru, хоть сэндвичи забрать свои эти, гамбургеры из фастфудового магазина, из какого-то ресторана, хоть любой заказ. Есть даже рестораны, которые, сейчас сюда вот там едем, поедем, есть рестораны, которые, даже рестораны хорошие, не фастфуд, а хорошие нормальные рестораны, которые ты закажешь им, хоть по телефону, хоть как, и забираешь тоже вот так вот из окошка машины, из окошка тебе подадут. То есть специализированные, ну, специально сделаны эти окна со специальным заказом, со всеми этими делами. Ну вот, так, а я сейчас попробую зайти внутрь. Кстати, это совсем другая вот эта фармацевтическая аптека, совсем не та, что была утром сегодня, которую я вам показывала, совсем другая. Ну вот, он продолжает стоять, и, правда, еще не отъехал даже та машина. Видно, там идет разговор. Ну, часто эти фармацевты, они же там, они не только консультируют, но если человек не знает, конечно, английский язык, она может сказать, как применять, как употреблять, или то все. Да, они же посылают назад врачу имейл. Вот, вот, отъехал, вот эта машина золотая уже уехала. Они часто посылают врачу имейл письмо, ну, то есть, что, например, человек отказался, сказал, я больше не буду его забирать. Они могут послать врачу вот этот отказ. То есть, между тобой и врачом фармацевт действует между тобой и им. То есть, не будешь ты бежать назад к врачу и говорит, там, отмените мне что-то. То есть, фармацевтика сама, сама тебе, это, ну, сама за тебя решает какие-то вопросы с врачом, да, договаривается. Вот, и вот там вот наверху видно знак красный, наверху, наверху, Walgreens. Это другая компания фармацевтическая. Написано Drive Thru Pharmacy. Thru это, не подумайте, что ничего плохого. Thru это сквозь. То есть, ведите машину сквозь аптеку, вот так переводится. То есть, забирайте сквозь аптеку. Имеется в виду, что на колесах можете забрать. Ну, все, пошли внутрь, смотрите. Заходим в другую аптеку, в другой фармаси, в другой бренд, да, другое название, название Walgreens. Вот вам бабушка курит, стоит редко такое бывает, но я имею в виду, они, это Америка в основном не курит, в основном, ну, курят, курят несколько, некоторые люди. Немного, но как-то так, чтобы бабушка ухода, это, конечно, круто. Так, ну вот, совсем другая фармаси, совсем другая компания, говорят они. Сестерские, как две сестры компании, как-то сказать, господи. Компании они что ли не знают. В общем, короче, это разные компании под разным названием. Я еще неправильно немножко, это фотоотдел, фотоотдел, я еще немножко неправильно сказала, я еще немножко неправильно сказала вам по поводу, как врач привязан к фармаси. По-моему, там есть, конечно, у них в этих клиниках, во врачебных, что одни врачи к Walgreens, другие к CVS, ну, то есть по брендам. Ну, не важно, это вам не важно, потому что вы здесь не живете немножко, я там ошиблась, но это тонкости. Так, ну вот, вот такая вот, вот такой вот Walgreens. Палки для плохо ходящих, палки складные, 34 он стоит, она складная, а такие 26, 26, 26, 29. Костыли всякие, не дай тебе бог, уокеры для пожилых людей эти. Так, вот эти вот палки такие, ну, не важно, ой, ничего-то не хочу, я на палках останавливаться. Это держалки на ванну. Так, 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 всякие тут эти липучки, всякие, тоже ж на унитаз удлинителей. Вот это, когда человек встает с постели, сейчас покажу. Когда человек встает с постели, отпираться. Такая штучка, да? Вот, все есть, это эти утки. Наверное, вот это на ванну крепится, на ванную или на ванную стену, чтобы держаться, когда моется человек, кто слабый, да? Здесь стульчики такие, для больных стульчики, на унитаз, на унитаз, это накладка. Так, это 15% офф, наверное, эти купончики какие-то. Для обуви какие-то, для обуви какие-то чулочки. Это лейкопластыри всякие, это всякие лейкопластыри, всякие ножницы к лейкопластырям, какие-то перчатки, маски для лица. Ну, все эти, ну, это есть уже давно во всех странах. В принципе, это неинтересно. Я просто хочу сказать, что в этой, в этих фармассе есть и продукты немножко, и косметика, другие вещи, и медикаменты, которые не под рецептами, да? В принципе, от любой боли можно купить все, но лечить, конечно, хронические какие-то заболевания и прочее. Вам здесь какие-то лекарства длительного действия, вам здесь их никто не продаст без рецепта. Они будут все под рецептами. Вот это фармассе, окошко, вот там окошко в машину, вот здесь видно даже машина сейчас. Машина остынялась. Машина в окошке остановилась, мы видели то окошко. И вот тетенька забирает из окошка. Вот. Вот она у нее спрашивает, у вас адрес какой. А вот тетенька ходит со сканером, они в руках все время носят этот, ну, вот эта машинка, которая сканирует цену, да? Вот она ходит, проверяет и в руках носят ее. Не бегает она на кассу смотреть цену или там что там она смотрит. Номер товара, номер таблеток. Сейчас я покажу, у нее в руках. У нее в руках так. Так, здесь мы были, здесь пошли уже совсем другие курортные товары, тапки, шлюпки. Ну, в общем, такой магазин, все вместе. Просто аптечный отдел здесь. И очень удобно чем, потому что они завязаны все в сети. Мне в Америке лампочка на компьютер такая. Мне в Америке очень нравится, что все в сети. Мне это просто устраивает. Потому что, я не знаю, переезжая в другой соседний городок, сразу видишь название этого Волгренца, например. И сразу можешь решать свои вопросы. То есть, не надо искать ничего под другими именами. Так, это уже мойки всякие для белья, для посуды. Нам это не надо. Так, 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 так. Сейчас я просто не могу там в медикаменты пойти. Я хотела медикаменты перечислить, хотя бы примерно, какие есть в этом магазине. Ну, там тетенька работница сканирует товар. Вот, всякие какие-то. Что здесь такое? А, держалки в машину. Это для очков держалка. Вот очки вот так вот в машине. У меня есть такая в машине. Какие-то инструменты, ножницы, дрели. Так, 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 так. Так, ну вот. Такое изобилие товаров. На локотники, на коленники. Аллергетические от аллергии. Лекарства 24 часа, не 20, ну, действия 24 часа. Аллерга, аллерга. Вот это все аллергетические. Вот, так, вы же сейчас, например, вот, если заболели, да, любым, хоть какие-то колики в животе, например, что-то посложнее. Там не аспирин, который вы сами найдете, а что-то другое. Вы возьмете вот там этого фармацевта, вот, который там была, на машину отпускала лекарство. И спросите, что мне надо. И она придет, вам покажет вот один из этих пузырьков. Но что-то сложное вы уже взять не можете. Ну, другими словами, мне кажется, типа, как какой-то левомицетин. Можно взять, как по-нашему, да? Ну, а какую-то ножку, например, уже, мне кажется, нельзя это взять. Мне кажется, так, потому что это будет все под рецептами. С одной стороны, это хорошо, потому что они нас сохраняют. Значит, здесь, типа, никто мне не подсыпет никакого клофелина или чего там куда-то. Куда-то они мне не подсыпят никакому пилоту, никакому водителю. Никто тебя не отравит, не притравит. И ты сам не отравишься, да? Самолечением занимаясь. Это с одной стороны. С другой стороны... Ой, это вон в рот, в уши что-то вставлять. Это градусники. С другой стороны... Ой, слушайте, вот наш градусник. А-а-а-а! Это наш градусник, люди. Там и Фаренгейты. Первый раз вижу наш градусник русский. Да, 37. А-а-а! Вот это да! Есть наши градусники. И даже подмышку, да, подмышку, по-моему, вставлять. А эти же все в рот. Вот это все в рот. Все в рот, все в рот. Вот. И что хотела я сказать-то? С одной стороны, хорошо, что они здесь, значит, так строго к этому относятся, что даже антибиотики вы не купите, понимаете? Вот отдельно, без рецепта. Надо идти к врачу. Ну, и эта же трата, это же должен быть иншуранс или деньги, или просто пойдешь, если ты турист. Ну, неважно. Короче, к врачу. Не хочу идти к врачу. Хочу иметь антибиотики сама, да? С одной стороны, хожу, с другой плохо. У меня был случай. Я когда только приехала, месяца через три, что-то я такое простудилась, и что-то не проходит, не проходит простуда, я пошла в больницу. Хадбан меня повез. Выдали мне пять таблеток антибиотиков в бутылочке, да? Вот получила я их здесь. Я их пропила пять дней, что-то она не проходит. И, да, она мне сказала, если не пройдет за пять дней, значит, обращайтесь, мы увеличим до десяти дней, значит, антибиотики, да? Я ему говорю, говорю, не проходит, надо взять. А он в отъезде уехал в бизнес-трип, был там что-то, дня на три, ушился куда-то. Он мне звонит, говорит, ну, пойди в эту фармасию, ну, СВС, или вот, ну, в ту, которую мы получали, к которой мы присоединены, и скажи, может, они тебе дадут рефилинг, вот этот продолжение. Конечно, я позвонила, или я позвонила, и он, он, по-моему, а он позвонил. Конечно, они сказали нет, безусловно. И я, давай, а, значит, звонить, они сказали, только от врача должно быть. И давай мы, значит, это, давай я звонить врачу. И я помню на тот момент, ну, может, полгода я прожила. Я помню на своем, значит, этом, национальный фольклор, назывался мой английский язык, я пыталась объяснить, что как это может быть, что если мне уже дали эти пять таблеток, ну, почему я их не могу продолжить взять такие же остальные пять, понимаете? Ну, это так же, вот, элементарно, ну, на мой взгляд. Они сказали нет, все равно приходили. А, у меня еще что, машина, по-моему, это, или, либо я еще тогда не водила. Короче, не было машины, а Хазбат уехал. Нет, машина-то у меня была с первых дней, но я на ней могла только жужжать, сидя в гараже, в гараже вот сядешь и жужжи на ней, жужжи, вот так вот, не ездила еще. Это был просто кошмар, да, когда в Америке без машины, это, это смерть. Поэтому, кто сюда едет, любыми путями, хоть ночью учитесь ездить, если времени днем нету, потому что без машины вы здесь пропадете. Это я уже совсем на другую тему, да, перешла. А по теме этого, по теме... Ой, какие хорошенькие такие, они? Ой, господи, какие, на Чебурашку на нашего похожие. Ой, ну да, на Чебурашку. А по теме лекарства. И вот они мне не дали. Вот, и я тогда меня еще так это возмущала, думаю, господи, да такое же элементарное, да в России этот антибиотик. Да я пошла и продлила, и взяла его. То есть, ну, из этой группы возьму, если нет того, который мне там прописали. То есть, ну, ну, в общем, вот такое. Так, это с одной стороны, а с другой, да вот столько открыток у них. Ой, это день рождения написано. Вот столько вместе с конвертами. Это for her, для нее открыто. Это for him. Но это for her. This for him. Это для него. Открытка. Его поздравлять. Это его день рождения. Это его день рождения. Это юморная дня рождения открытка. Вот, дальше идет. Любой день рождения написано. Опять любой день рождения. Тут детские дни рождения пошли. Вот, здесь у нас тоже любимый день рождения. Любимый день рождения. Что-то такое. Цветы. Так, get well. А, get well это будь здоров, выздоравливай. То есть, когда больной человек ему пишет открытку, мы желаем вам здоровья. Типа этого. Любые поздравления написано. Свадьба. 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 Бэби. Бэби родился. Бэйби. Бэйби. Это этот малыш родился. Так, специальная причина чего-то поздравления. Благодарность открытка. Здесь же, вон, спасибо написано на открытке. В Америке, когда вас пригласили в гости, вы сходили в гости, вы шлете открытку. Сейчас, конечно, уже вот эти вот текст-месседжи пошли, да вот такое вот. Но сейчас многие тоже по старинке запечатывают красивенькую открытку и шлют, что спасибо, ваша еда. Ваш прием был очень хороший, еда была очень вкусная, все было замечательно. И мы вас благодарим за то, что вы пригласили. И мы провели с вами очень хорошее время. Обязательно шлют благодарственное письмо. Это шлют вот эти вот истинные американцы, которые американцы. Все, кто понаехали, типа нас с вами не шлют. Но я, например, русским своим девчонкам не шлю, и они мне тоже не шлют. В лучшем случае бывает перезвонят на следующий день, говорят спасибо, там Лена, туда-сюда. Но открытки, конечно, от них не дождешься. Вот эти вот очень хорошие перчатки для душа. Я их даже привозила в Россию, дарила многим. Одеваешь и в душе моешься ими. Они такие дерут так хорошо кожу. Они такие грубоватые и в то же время такие мягкие одновременно. Ну, то есть, ну, как грубоватые и мягкие. Ну, в общем, короче, достаточно, как мочалка, да, мочалка. Вот, так. Ну, что еще здесь в этом магазине? Это эти заколочные, как-нибудь я сделаю отдельное видео, заколочные, ленточные на голову пребамбасы. Это расчески. Расчески, щетки, щетки, расчески. Это у нас очень много во Флориде солнца, поэтому здесь от солнца кремы. У нас цело вот это вот все, все, все. Вот это вот от солнца, вот это все, все, все от солнца. Вот такой выбор разный. Всякие, всякие кремы и всякие там лосьоны. Все солнцезащитное. Так, ну, закончили мы фармасси, да? Близко ее там не... Ну, что там особенного ничего нет. В пакет кладем. В конце видео я присоединю, что там кладется в пакет. Ничего там особенного нет. Просто в пакете крадется твой колбочка твоя. В этой колбочке твои медикаменты. Так. Ногти накладные, ресницы накладные, ресницы накладные, ресницы подворачивателей, подворачиватели ресниц. Так. А вот здесь вот, наверное, что-то можно поискать здесь, да? Тачскрин написано. Что-то не работает. Что-то не работает. Или я неправильно тачи. А, это ж надо тачнуть, что ты хочешь. А, ну да. Ну вот. Короче, забито все. Это, по-моему, это здоровая косметика. Вот это вот натуральная, кажется. А, дерматологи. Во. Дерматологическая кожная защита написано. Крема дерматологические. Так. Это у нас этот. Вот одна из сказ в глубине магазина. Это эти. Лаки для волос, для ногтей. Лаки для ногтей. Вот это цих. Вот до сих. И это не специализированный магазин. Так. Это помада в леске. И все по этому. По брендам, да? Вы видите, вот там бренды. Ковер Герлз. Мэйбеллин. Дальше. Вот. Ну, в общем, это косметика. Она есть косметика. Я на ней останавливаться не буду. Начали про фармацевтов. Закончили косметикой. Карандашики для губ. Лаки для ногтей. OPI. Вот у нас, говорят, OPI. Кто знает этот бренд. Хороший лак. Да? Я его все время использую. Тоже я себе делаю сама эти. Дизайн я делаю сама на ногтях. Вот этот хороший цвет. Ой, какой хороший цвет. Я его, наверное, и куплю. Сейчас посмотрю, как он стоит. Как он стоит. Упиваю очень хорошие лаки. Да где ж цена? А, ого. 10 долларов здесь стоит. Дорого. Ну, ладно. Отключусь, потом попробую. Обычно они у нас 8,76. Ну, вот видите, в этом магазине они подороже. Вообще, Волгринс, в котором я сейчас нахожусь, хожу, он не дешевые товары здесь. Здесь, в принципе, люди в основном ходят как-то за фармацевтикой. Как видите, сейчас вот в 7 часов вечера здесь вообще никого. То есть, ну, не такой он-то популярный. Этот магазин по косметике, скажем. Ой, взяла себе лак. Да, классный. Оранжевого цвета. Такого у меня еще нет. У меня там их 50 штук. Ну, именно такого нет. Так. Ну, вот. Теперь. Сейчас надо бы эту корзинку бы взять. Чтоб по путевому с корзинкой ходить. А, это корзинка, наверное, которая ездит. Вот. Сейчас вот так вот. И поедем. Вот так вот. Вот так вот. Один лак положила и буду ездить с корзинкой. Так. Это у нас L'Oreal. Paris. Paris. На английском Paris. И смотрим. L'Oreal. L'Oreal Paris. Париж. Париж. Угу. Вот. Это у нас Revlon. Так. Revlon. L'May. И это у нас Maybelline. Сейчас покажу, какой я тоже беру. Я, кажется, ее уже сто раз показала. А, нет, вот здесь. Слышите? А, нет, вот это. Вот одно из этих. Не знаю там, какая. Здесь только вода с голубым. Это водонепроницаемая. Вода несмываемая. Но она водонесмываемая не нужна. И она здесь дорогая. Слышите? 9 долларов. Очень дорого. В других магазинах она по 6 там. Вот. Хорошая тушь. Классная. Рыжи. С одним мазком бетс. И ресницы подворачиваются наверх. Особенно у кого прямые ресницы не загнутые. Очень-очень классная тушь. Я ее нашла. И счастлива. И всем этим понадарила. Всем дарю. Нравится и мне нравится. Никто не говорил, что мне нравится. Вот. Так. У нас здесь вот такое. У нас здесь вот такое. Рука. А, это маленькие сампланы. Ну, эти вот малюсенькие все дела. Эти маленькие дезодорантики. Маленькое-маленькое все. Для губ. Эти улажнители всякие. Так. Это дядя тут такой с носом. Так. Сейчас. Ладно-ка, пойдемте сюда. Что здесь это у нас? Это, по-моему, что-то детское. Даже под замком. Детские витамины, наверное, какие-то тут одни под замком. Ну, даже брать нельзя. О, как. Ага. Ну, тут кожа, 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 кожа. Написано. Кожа, кожа. Для кожи какие-то средства. Там что у нас? Не знаю. А, это эти. Женские эти. Женские крема. Ну, всякие там эти. Крема для интимных мест. Вот. Это прокладки. Так. А вот здесь вот. Так. Продолжаем. Это детские, все детские, детские. Салфетки детские. Тоже сейл, видите, желтые этикетки. Это распродажа. Распродажа пишет, что возьмите одну за это, и 50% меньше будет другая пачка. Детские соски. Пять. Ну, в принципе, одинаковое здесь такое все, да? Что с той, с теми, а что не с этими тоже. Так. Это зубы пошли. Зубные нити. Зубные нити всякие. Эти отбеливатели. Зубные... Ну, вот эти чистилки такие, как... Как лески. Зубы. Щетки. Угу. Щетки. Зубные. Так. Это касса. Тетенька присела на кассе, да? Сейчас я еще поищу свои для волос. Мне нужно одно средство. Сейчас я вот здесь вот и посмотрю. Ну, в общем, вот эти волгринсы, все они немножко отличаются своим лечебным все-таки направлением эти магазины. То есть при всей декоративной косметике можно найти лечебную такую здесь косметику. То, что, может быть, не будет в обыкновенных супермаркетах. Это краска для волос, как вы понимаете. Это пошли эти выпрямители. Утюжки всякие для волос. Всякие крутилки. Всякие некрутилки для волос. Фены. Фены. Утюги. Так. Дальше. Шампуни. Или что это? Не знаю. Не знаю. Это лак для волос. Лак для волос шампуня. Лак для волос шампуня. Так, 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 так. Не вижу я то, что я искала. Ну и ладно. Купим в другом месте. Или закажу онлайн. Я очень часто заказываю сейчас онлайн. В Америке вот этот Amazon. Он очень грамотно поставлен. Очень быстро доставляют. Иногда бывает даже бесплатно. Эти подарки это. Вот карты. Это по-моему даже и телефонный гифт. Ну ладно, гифт-карт магазина. Очень часто доставляют. Очень быстро доставляют. Любую штуку. Любой пузырек берешь. Наименование забиваешь. Ну пузырек любую вещь, да? Забиваешь и тебе доставят. На порог положат моментально. То есть обычная доставка. Ну что-то из Европы идет долго. Там где-то наверное дней 10-14. Бывает даже так. Я что-то заказывала из европейских магазинов. Пришел мне текст, что вы согласны на то, что это будет идти больше 10 дней. Я сказала, да, и он пришел. Где-то дней 12 пришел. Но все остальное, то, что в Америке, здесь практически все есть. Все идет очень-очень быстро. Три дня раз на пороге стоит то, что заказал. Поэтому все товары. Это детское что-то тут игрушки. Все товары, которые мне нравятся. Я что-то купила. Я даже часто стараюсь не искать по магазинам их заново. Потому что я уже не помню там, где я покупала. Вот, чтобы не тратить время. Я забиваю название и мне высылают. То есть вот насчет пересылки у нас здесь. И все честно, все честно. Да, можно же назад вернуть. Слышите, он уже вот этот на онлайн получил. И можно вернуть назад. Без проблем. Отсылаешь точно так же. Пакуешь в коробок. В тот же, с которым тебе вы стали. И отсылай, пожалуйста, назад. Ну вот вам в этом фармассе, в магазине соблазняют и на вино, да? Вот вам вино. Две бутылки за 10 возьмите. Вот тут шампанское вам. Мартини, шампанское. И то возьмите это. Возьмите к цене. Ну цены, я вот говорила, что Walgreens and CVS здесь немножко подороже, чем в обыкновенных магазинах. Все товары. Вот. Так что больным людям пришел. Взял таблетки. Взял бутылочку тоже, да? К таблеткам запить. Чем-то надо запить. Вот. Все для вас. Фармассе, кстати, вон уже закрылась фармассе. Вот сейчас, наверное, уже больше семи. Вот они не работают, закрылись. Единственное, что из-за окошка снаружи подъехав, тебя откроет дежурная. И ты у нее там возьмешь, что ты хочешь. Вот. И здесь у нас орехи пошли. Вот отсих орехи. И вот досих орехи. Вот так вот. Это не продовольственный магазин, поэтому здесь выбора большого не будет. Ну так, в принципе, нормально. Что? Поклевать есть чего, да? И Миндарм там, вон. Всякое разное. Это всякие чипсы пошли, которые они обожают. Это ж... Вообще, по-моему, американцы придумали чипсы, ей-богу. У них куда они... И главное, у нас чипсы едят только дети. Ну вот молодежь, ну дети, я имею в виду. У меня это 54, конечно, дети для меня. Все, кто... Все, кто... Все, кто... Меньше 40. Вот. А у них... А у них едят эти... Взрослые чипсы кладутся на стол. Несладкие такие, грубые, крепкие такие чипсы. Они совсем у нас, их таких нету. И люди их, это... Макают в эти дипы. Я как-то уже рассказывала. Макают в эти дипы и лопают. Ой, это культ еды специально. Кстати, чипсы есть в Мексике. Очень много тоже. Тоже есть еда с чипсами. Макают в эти дипы, которые смешаны там авокадо с чем-то перченым, намешаны. И вот этим чипсом макают и едят. Так, мое видео будет таким долгим, что заснут все. Даже кто только проснулся и не хочет спать, все равно заснет. Я все хотела походить по медикаментам, показать, что там есть. Она там, эта тетя, крутит? Нет, она уже ушла. Вот хорошо, сейчас. Значит, идем по медикаментам. Подождите-ка. Здесь вон эти. А, ну, пояса, электрические массажеры, электромассажеры. Или я здесь уже была? Господи. Надо выбираться уже из этого магазина, скорее всего. А, вот от гриппа я вижу комплекс лекарств. Леденцы от горла всякие. вот это эти растягивающие ленты для этих, для упражнений все. коврики для этих, для йоги. Перчатки, носки, специальные гантельки. Специальные, все. Все, пошли эти биотин. Ну, вот кто знает, это для волос, да? Ну, эти, всякие эти. Витамины, да? Пошел опять рыбный жир. Рыбий жир. Таблетки. Рыбий жир. Все на селе. Видите, эти желтые текеточки. Это не все, но в основном на селе. Это не значит, что они просрочены. Боже упаси. В таких магазинах это никогда не будет. А больше в Амеренике никто не имеет права продавать фармацевтику. Здесь вот эти большущие магазины, в котором это разрешено. У них все это есть. Они по всей Америке одинаковые. Никто больше, боже упаси, не может открыть свою аптеку. Никогда. Такого не бывает. Есть специализированные здесь витаминные магазины, специализированные, где только витамины. Там разнообразие всего. Кстати, американские витамины очень хорошие. Если есть возможность вам у кого-то заказать витамины, закажите. Американец пришлет или привезет. Классные. Все говорят, мне все и русские говорили. Кто вы там понимает, что заказывают в Америке витамины. Горлополоскалки всякие. Вот. Ну все. Закончили мы. Фармацевтика вот она была. Закрыли они уже эти жалюзи свои. Все ушли на фронт. Все ушли на фронт. Пляжные полотенца. У нас кровная зона. У нас этого полно. Вон этот носишь с собой, обдуваешься. Этот тоже, по-моему, да, держишь в руках, обдуваешься. Везде у нас кондиционеры, обдуваться не надо. У нас везде прохладно. Вот походив по такому магазину подольше, дуба дашь, потому что холодно. А на улице сегодня 25. А здесь холодно. Ну это вот, так у них так это все и сделано, что всегда в помещениях. Даже очень холодно. Особенно я помню, когда училась в этом колледже. Вот это сидишь, все время сидишь без движения, когда учишься, да, очень холодно и неприятно. Все, господа, до свидания. Вы поняли, что собой представляет фармацевтика Америки. Счастливо. Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр.